Практически все закрыто. Один из крупнейших торговых центров Ульяновский быстро перестроился под реалий локдауна. Как говорится, не впервой. В некоторых бутиках с одеждой горит свет, но только для сотрудников. На время вынужденных каникул в магазинах наводят порядок. Ювелирка на доставку. Свободный доступ только в отделы с товарами первой необходимости, включая салоны связи и магазины для детей. Но и там можно подойти не ко всем стеллажам. Жители города уже, конечно, это печально говорить, но уже не первый раз сталкиваются с этой проблемой. И сейчас надо отметить, что граждане уже достаточно сознательные и очень с пониманием к этому относятся. Однако в минувшие выходные понять ситуацию с ограничением продажи бытовой химии было сложно. Мыло, шампуни, зубные пасты и средства личной гигиены также были отгорожены лентами во многих магазинах, что вызвало шквал недовольства среди населения. Ульяновцы выкладывали в соцсети гневные посты. Чиновники поясняют, неразбериха произошла из-за механического внесения в базы данных матриц товаров. Особенно, если это связано с крупными федеральными магазинами, товарная матрица которых управляется компьютеризированно и с расстояния. 1 ноября стеллажи с бытовой химией должны быть в открытом доступе. Зато первый день последнего месяца осени диктуют новые правила. К примеру, для посещения салонов красоты, объектов питания и спорта. И это вне зависимости от периода изоляции. С 1 ноября в фудкорт зоны можно попасть только по QR-коду. Помимо него нужно предъявить еще документ, удостоверяющий личность. Это не обязательно может быть паспорт. Достаточно иметь читательский билет. Первую неделю ноября салоны красоты, рестораны, столовые, фитнес-центры закрыты. Фудкорты остались без зоны для посадки и работают на вынос. На режим доставки переключились и многие объекты питания. Принимают заказы и доставляют курьером на дом, либо самовывоз. Клиентов внутрь помещения не пускают. Заказ отдают на входе или передают на улице. Поток гостей, которые хотели бы посетить рестораны, они теперь заказывают доставку на дом. Поэтому в целом вообще объем на доставку увеличился по сравнению с предыдущим периодом, когда рестораны были открыты. В одном из крупных ресторанных холдингов в Ульяновске, к примеру, 70% сотрудников сейчас на удаленке, а 30% временно перешли на доставку. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Улправда ТВ.